Вот так, молча, без паники и попыток привлечь внимание, пострадавший пытается выбраться из холодной воды. По словам спасателей, мужчины тонут чаще женщин именно потому, что, как правило, не зовут на помощь. Благо, здесь спасателей звать не нужно, они уже дежурят на берегу. Пострадавший, он же сотрудник Центра гражданской защиты, в безопасности, но работа спасателей не заканчивается. По сценарию учений еще один человек утонул. Несмотря на то, что его поиском будет заниматься только один водолаз, для успешной операции нужна целая команда. Костюм и баллон почти полсотни килограммов, вода чуть выше ноля, запотевшая маска. Последняя и вовсе не играет роли, вода мутная, на глубине трех метров, ничего не разглядеть. Водолазу предстоит найти манекен на ощупь. Звук от спуска воздуха как сигнал о начале операции. Несмотря на то, что это лишь учение, спасатель не знает, где находится манекен. Всегда, когда мы уезжаем на поиск утонувшего, люди, которые находились с ним, или возможно даже он был один, точно место не знают. Но говорят примерно где-то здесь, по сигналам обеспечивающего водолаза, который стоит на сигнальном конце, передаются сигналы. Он там ничего не видит, и какой сигнал ему подают, туда оно двигается. Существует порядка где-то 10-12 сигналов. Как себя чувствуешь? Один раз дернуть, три раза дернуть, на выход сигнал. Через несколько минут тот самый сигнал от водолаза. Манекен общими усилиями вытащили на берег и в норматив уложились. Несмотря на то, что погодные условия были не на стороне спасателей. Тонущий, в зависимости от температуры воды, понятно, какое-то время больше или меньше может продержаться на воде до прибытия спасателей. Сегодня вы видели, что достаточно большое течение на реке, пострадавшего течением несет, и это уже затрудняет подход лодки спасателей. Поэтому понятно, что обстановка на реке тоже влияет на время прибытия и на время спасания. Традиционные учения неспроста проводят именно сейчас, в преддверии зимы. В этом году предупреждающие знаки тоже установили заранее, не дожидаясь первого льда на реке. Будет установлено 15 анфлагов о запрете выхода на лед. По окончании действия запрета анфлаги будут демонтированы до весны. Река должна замерзнуть не раньше, чем через месяц. Однако, не исключая сюрпризов погоды, спасатели уже сейчас напоминают. Самый верный способ не стать жертвой тонкого льда – попросту на него не выходить. Чаще всего несчастье случается, когда у берега лед уже толстый, а в середине реки он еще не окреп. Например, в Вологде есть несколько мест, где лед подмывается постоянно. Например, в районе памятника 800-летия. А это значит, что здесь, по словам спасателей, провалиться можно даже в самые морозные дни. Елена Карпенко, Евгений Тюнев. Время новостей.